Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наши вебинары. Сегодня у нас интереснейшая тема. Она называется «Артериальная гипертония у детей». Тема, которая почему-то все время как-то замалчивается, как будто ее нет. Ну, может быть, еще и потому, что официально нет препаратов, которыми надо лечить детей. И вообще это оказалась колоссальная проблема. Она касается того, что, в общем, официально наших детишек лечить нечем. И это начинается с момента новорожденности, когда нужно оказать определенную терапию, и наонатологи с этим очень мучаются, а у нас в принципе нет препаратов, которые можно применять у детей новорожденных. Ну и точно такая же ситуация, собственно, у детей постарше. И такая же ситуация, связанная с артериальной гипертонией. Ну ладно, давайте разбираться, давайте думать, что у нас есть, какие у нас есть в нашем арсенале препараты, и что мы вообще можем с этим делать. Ну, вообще, конечно, хотелось бы начать с того, что все мы, начиная с детишек и заканчивая взрослыми, мы все, это один единственный организм, который начинается, и умным словом все это названо, онтогенез. Таким образом, это процесс индивидуального развития организма, охватывающий все периоды его жизни. И поэтому маленький ребенок, это, конечно, не взрослый, но маленький ребенок, это человек, который станет взрослым. И давайте его лечить так, чтобы он стал здоровым взрослым. Вот это вот основная мысль, которую я хотела сказать в связи с такими большими понятиями. Какие же факторы риска приводят к тому, что начинается старение? Я бы выделила 4 основных фактора риска, которые влияют на сосудистую стенку и которые приводят к ее старению. Если эти факторы риска начинаются в более молодом возрасте, то, соответственно, старение сосудистой стенки начинается раньше. И если мы говорим о таком понятии, как гиперхолестериномия, мы знаем, что если есть врожденная гиперхолестериномия, и вот процесс старения начинается уже в детстве, и к 18-20 годам эти дети уже имеют инфаркт миокарда и все другие нехорошие последствия вот этого фактора риска. Еще раз повторю их, артериальная гипертония, гиперхолестериномия, сахарный диабет и анемия. Вот четыре таких глобальных факторы риска. Мы их иногда выделяем в отдельные заболевания, но на самом деле это факторы риска, которые изменяют сосудистую стенку и ускоряют процесс старения. Поэтому на вопрос, нужно ли лечить артериальную гипертонию у детей, ответ однозначный – да, нужно. Потому что артериальная гипертония запускает процесс старения, и сосудистая стенка становится толще, менее гибкой, и, соответственно, возникают все повреждения любых органов, которые только могут быть. Итак, цель лечения артериальной гипертонии, так как это написано в наших российских рекомендациях, у детей – достижение устойчивой нормализации артериального давления для снижения риска развития ранних сердечно-сосудистых заболеваний и летальности. Давайте все-таки вот старение этого маленького организма мы отодвинем как можно дальше. Снижение риска развития ранних сердечно-сосудистых заболеваний и летальности. Можно такими умными словами, можно вот попроще, как я. Задача лечения артериальной гипертонии у детей – достижение целевого уровня артериального давления, которое должно быть менее значения 90-го перцентиля для данного возраста, пола и роста. Ну, вы знаете, что у детей нету таких четких границ, как у взрослых 140 на 90, а есть таблица перцентилей, и вот 90-е значение перцентиля для данного возраста, пола и роста – это и есть граница между нормой патологии для детей. Следующая задача – улучшение качества жизни. Ну, конечно, дети себя чувствуют плохо при повышенном артериальном давлении. Профилактика поражения органов Мишели или обратное развитие имеющихся в них изменений. Вот это очень важный момент. Вот у взрослых нельзя уже добиться обратного изменения, а у детей можно. У них растущий организм, и реально, если мы убираем этот фактор риска, реально у детей идет обратное развитие имеющихся у них изменений. Ну, и профилактика гипертонических кризов. В некоторых формах повышения артериальной гипертонии у детей есть кризовое течение, и, конечно, это жизнеугрожающие ситуации, поэтому это тоже обязательно надо лечить. И это задача лечения артериальной гипертонии у детей. Как мы измеряем артериальное давление у детей? Ну, собственно, мы его измеряем так же, как у взрослых. Единственное, что нужно помнить очень хорошо, что размер манжеты тоже должен соответствовать возрасту. Потому что если мы выбираем неправильную манжету, мы получаем неправильные цифры артериального давления, и у нас ошибка в восстановлении диагноза. Степени артериальной гипертонии у детей и подростков. Они все расписаны. Итак, мы уже проговорили о том, что норма – это менее 90% для данного пациента, соответствующего роста, веса и пола, и возраста. Это высокое нормальное давление – это 90-95% или 120 мм ртутного столба, но не более 95-го перцентиля. Первая степень повышения артериального давления – это 95-99% плюс 5 мм ртутного столба. И вторая степень – это уже очень тяжелое повышение артериального давления – это более 99-го перцентиля плюс 5 мм ртутного столба. Все вот эти степени повышения артериального давления у детей описаны в клинических рекомендациях. Сейчас они существуют от 2016 года. Вот здесь перед вами таблица перцентилей, 50-й и 95-й перцентиль артериального давления под данным суточного мониторирования. Если мы говорим об установке диагноза артериальной гипертонии у детей, мы обязательно должны провести суточное мониторирование. Детям никогда не ставится диагноз артериальной гипертонии только по офисному или домашнему измерению артериального давления. Обязательно нужны данные суточного мониторирования. И вот перед вами таблица данных 50-го и 95-го перцентиля по данным артериального давления, по данным суточного мониторирования. Если говорить о причинах, которые вызывают повышение артериального давления у детей до года, то вы видите, они перечислены перед вами. Это тромбоз почечных артерий или вен, стеноз почечных артерий, врожденные аномалии почек, коорктация, аорта и бронхолегочная дисплазия. То есть это все врожденные изменения. И, конечно, для того, чтобы убрать артериальную гипертонию вот у таких младенцев, прежде всего нужно убрать причину, и дальше мы тоже будем говорить об этом. То есть нужно сделать операцию по коррекции вот этих пороков. И тогда артериальное давление совершенно реально может прийти в норму. Но операцию тоже надо делать, не всегда ее можно сделать мгновенно, а давление может быть достаточно большим. Поэтому мы должны начинать лечить препаратами для взрослых, вот этих младенцев, для того, чтобы снижать артериальное давление. Здесь сразу обращу ваше внимание, что стеноз почечных артерий и, соответственно, группа ингибиторов АПФ ни в коем случае не может применяться в этих ситуациях. Это противопоказание для назначения этой группы. Следующие детишки постарше от 1 года до 6 лет. И здесь к врожденным аномалиям развития сосудов, о которых мы только что говорили, добавляются паренхематозные заболевания почек, опухоли почек, опухоль Вильямса, нейробластома. Добавляются опухоли надпочечников, кортикостерома и аденома гипофиза, феохромцитова, узелковый периартериит. Ну вот вы видите картинки этих заболеваний. Мы их подробно разбирали в отдельных лекциях и говорили об их признаках. Ну вот теперь просто перечисляем. Артериальная гипертония у детей от 7 лет до 12. И уже в этом возрасте от 7 до 12 лет к, собственно, вышеперечисленным заболеваниям добавляется эссенциальная артериальная гипертония. То есть гипертония, когда установить причину, не представляется возможным. Странная достаточно ситуация. Нужно все-таки в первую очередь еще раз просмотреть не эти заболевания, а факторы риска. Возможно, это очень полный ребенок. Да, возможно, еще какие-то у него другие заболевания. Но, в общем, тут, конечно, это очень ранний возраст для эссенциальной артериальной гипертонии. Просто причина в этом случае не установлена. Наиболее частые причины артериальной гипертонии у подростков. И тут эссенциальная артериальная гипертония выходит на первое место. То есть они у нас уже приближаются к взрослым. И далее остаются симптоматические гипертонии, паренхематозные заболевания почек, крыноваскулярная, врожденная дисфункция коры надпочечной гипертонической формы, феохромоцитома, эндокринные, повышение артериального давления, связанное с эндокринными заболеваниями, и узелковой переартерии. Вот на таких группы разбиты по возрасту и по причинам возникновения артериальная гипертония у детей. Не надо забывать о том, что особенно у детей постарше причинами повышения артериального давления могут быть ятрогенная артериальная гипертония, то есть та, которую мы с вами, собственно, у этого ребенка формируем. Какие лекарства могут ее вызвать? Это капли в нос, самая частая причина лекарства от насморка, нестероидные противовспалительные средства, трициклические антидепрессанты, глюкокортикоидные препараты, пероральные контрацептивы у девочек. Не надо об этом забывать, это очень важный момент, на самом деле, назначение препаратов, но все достаточно серьезные препараты, кроме первой группы, к ним относятся несерьезно, а они реально могут вызвать артериальную гипертонию. А капли в нос закапывают по делу и не по делу, все кому угодно. Покупают их в аптеке без рецепта. Какая же тактика лечения артериальной гипертонии у детей? Итак, если артериальная гипертония первой и второй степени, при выявлении у ребенка артериальной гипертонии первой степени низкого риска, рекомендовано назначение медикаментозной терапии при неэффективности в течение 6-12 месяцев немедикаментозного лечения. То есть, вы понимаете, к детям относятся особо бережно, особо бережно. Начинается лечение детей с того, что ребенок должен изменить свой образ жизни. И 6-12 месяцев мы пытаемся добиться нормализации артериального давления немедикаментозными методами. И только если через год у нас ничего не получилось, а он реально что-то делал, тогда мы подключаем медикаментозную терапию. При выявлении у ребенка артериальной гипертонии первой степени высокого риска или артериальной гипертонии второй степени медикаментозное лечение рекомендовано назначать одновременно с немедикаментозной терапией. Все-таки это уже очень большая степень повышения давления, риск, соответственно, более высокий, поэтому здесь одновременно назначается обязательно немедикаментозная терапия и какой-то еще препарат. Перед началом медикаментозного лечения рекомендовано, но это мы уже говорили, проведение суточного мониторирования. Вообще диагноз не ставится без проведения суточного мониторирования. Это нужно себе очень четко запомнить. То есть это абсолютные данные для постановки диагноза артериальной гипертонии у ребенка являются данные суточного мониторирования. И если артериальная гипертония в дневное или ночное время превышает 50% положенного перцентиля, то это служит показанием к проведению медикаментозного лечения. Так какая же тактика медикаментозного лечения? Разберем сначала это. При соответственно артериальной гипертонии первой и второй степени. Сейчас мы разобрали когда мы его начинаем. Теперь как мы его начинаем. Итак начинаем с минимальной дозы и только одним лекарственным препаратом. Это принципиальные различия от лечения артериальной гипертонии у взрослых. У взрослых разрешено назначать сразу комбинированную терапию и дозировки назначаются от стандартных дозировок не с минимальных. Здесь наоборот начинаем с минимальной дозировки и только одним лекарственным препаратом чтобы уменьшить возможные побочные эффекты. Если этого недостаточно то целесообразно сначала увеличить дозировку того препарата с которого начали. Если эффекта нет то рекомендовано провести замену одного препарата на другой не комбинированную терапию а замена одной группы на другую. Естественно рекомендуется применять современные препараты длительного действия которые обеспечивают контроль на 24 часа при однократном приеме. При неэффективности монотерапии то есть мы сначала с вами дали минимальную дозировку потом ее увеличили эффекта нет мы поменяли одну группу на другую опять начали с минимальной дозировки потом увеличили эффекта опять нет и вот мы прошли все эти ступени и при неэффективности монотерапии разрешено сочетать несколько лекарственных препаратов желательно в малых дозах тогда мы прибавляем еще одно лекарственное средство опять же начинаем с минимальной дозы оценку эффективности гипотензивного лечения рекомендовано проводить не на третий день как мы на антибиотики смотрим а через 8-12 недель от начала лечения минимальная продолжительность медикаментозного лечения составляет 3 месяца при адекватно подобранной терапии после 3 месяцев непрерывного лечения рекомендовано постепенное снижение дозы препарата вплоть до полной его отмены с продолжением немедикаментозного лечения при стабильно нормальном артериальном давлении очень важная фраза просто вот у детей действительно все не так как у взрослых у взрослых никогда не отменяют лечение здесь если мы добились эффекта после 3 месяцев и давление стало нормально мы пытаемся отменить эти препараты постепенно снижать дозировку но тоже все время смотреть чтобы давление было нормально ну всегда было в пределах норм контроль эффективности немедикаментозного лечения рекомендовано осуществлять один раз в 3 месяца то есть если мы начали лечение с немедикаментозной терапии то мы просим этого пациента прийти через 3 месяца и еще раз проверить есть ли эффект от немедикаментозного лечения использование антигипертензивных средств препаратов у детей и подростков осложнено недостаточной научной базой данных касающихся эффективности лекарственных препаратов и особенности их фармакокинетики у детей а также отсутствием рекомендаций со стороны производителей лекарств по применению многих препаратов детским в детском подростковом возрасте но за этой вот фразой скрывается колоссальная проблема которая существует у нас в России о которой я немножечко говорила в начале дело в том что у нас регистрация лекарственных средств она идет отдельно для детей и для взрослых и для того чтобы зарегистрировать какое-то лекарственное средство для детей нужно пройти все те же испытания все те же регистрационные соображения что и у взрослых а производителям это просто невыгодно поскольку ну просто этих лекарств нужно гораздо меньше чем для взрослых то получается что в самом начале ставится такой крест на возможности вообще введения этих препаратов в Россию да то есть невозможно их зарегистрировать а это очень дорого вот и все и мы с вами остались без официальных препаратов которые официально разрешены применению в детстве ну давайте посмотрим что же разрешено у взрослых и что нам официально рекомендует но тоже с оговоркой что все это оффлейбл наши клинические рекомендации по артериальной гипертонии у детей итак у взрослых официально рекомендовано 8 групп гипотензивных препаратов и вы видите на этой схеме они расположены в зависимости от их механизма действия ну вот здесь изображен этот круг да что повышение уровня ангиотензина 1 который переходит в ангиотензин 2 запускает такой большой круг взаимодействия повышается симпатическая активность влияет ангиотензин 2 на канальцевую реабсорбцию соответственно на коронат почечников где увеличивается секреция альдостерона влияет ангиотензин 2 напрямую приводит к констрикции артериол обратная связь в заднюю долю гипофиза влияние через центральные механизмы вот все это описано в этой схеме и вот на каждый участок этой схемы действует определенная группа препаратов итак перед вами все препараты которые применяются во взрослой практике это гипотензивные средства для взрослых ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов кангиотензину 2 сокращенно АРА бета-блокаторы они блокируют симпатическую активность значит альфа-2 адреноблокаторы тоже самое АМКР это антагонисты минералокортикоидных рецепторов ну верошпирон или эплеренон диуретики мочегонные антагонисты кальция непосредственно расслабляют саму сосудистую стенку и агонисты имидазолиновых рецепторов это препараты центрального действия какие группы разрешены рекомендациями российскими к применению в детстве это ингибиторы АПФ блокаторы рецепторов ангиотензина 2 бета-блокаторы блокаторы кальциевых каналов и тиозидные диуретики вот 5 групп которые официально разрешены вот они на экране давайте разберем какие плюсы и минусы применения каждой из этих групп в данном случае у детей итак ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов кангиотензина 2 сокращенно АРА они применяются показания к их назначению они метаболически нейтральны поэтому они очень хороши для пациентов с сахарным диабетом они предотвращают гипертрофию левого желудочка они показаны при феврилляции предсердия и других видах аритмию детей кстати тоже часто бывает при инфаркте миокарда и хронической сердечной недостаточности противопоказания беременность гиперкалиемия стеноз почечных артерий ангиневротический отек в анамнезе я отдельно выделила стеноз почечных артерий и ангиневротический отек в анамнезе потому что эти вот эти противопоказания у детей могут встречаться особенно чаще часто чаще чем у взрослых назначая препараты из этих групп мы с вами четко должны знать какие противопоказания возможны в этой ситуации следующая группа антагонисты кальция в принципе хорошая для детей группа потому что они оказывают непосредственное действие на саму сосудистую стенку они ее расслабляют ну антагонисты кальция они делятся тоже на три группы и есть группа с антиаритмическим эффектом но сейчас мы рассматриваем группу вообще общие свойства группы и так метаболически нейтрально для нас это тоже очень важно значит при сахарном диабете метаболическом синдроме пожалуйста назначайте антагонисты кальция не надо детям назначать препараты центрального действия вот есть другая группа которая более показана детям вот ну и коронарной болезни сердца тоже хоть редко но такое тоже бывает если присоединяется врожденная гиперлепидемия у детей такое тоже может быть противопоказания противопоказания для назначения антагонистов кальция это наличие сердечной недостаточности и любых блокад атриовентрикулярных синоатриальных то есть все что связано с задержкой проведения по сердцу все это является противопоказанием для назначения антагонистов кальция и сердечная недостаточность то есть уже такие формы то есть бывают артериальные гипертонии связанные с пороками развития сердца и сосудов которые могут приводить к сердечной недостаточности вот здесь антагонисты кальция не должны применяться ну в общем каждый раз назначая препарат мы всегда смотрим его плюсы и минусы и возможность применения у конкретного пациента диуретики мочегонные показания диуретики уменьшают объем циркулирующей крови и соответственно они показаны как симптоматические средства при лечении хронической сердечной недостаточности очень хорошим является сочетание диуретиков с ингибиторами АПФ потому что они нивелируют побочные эффекты друг друга потому что диуретики приводят к гипокалиемии они нарушают метаболизм поэтому не надо применять диуретики при сахарном диабете и метаболическом синдроме противопоказаниями к их значению являются подагра и гиперурекемии и еще одна группа препаратов бета-блокаторы бета-блокаторы снижают симпатическую активность снижают сердечные выбросы таким образом уменьшают артериальное давление показания к их назначению хроническая сердечная недостаточность коронарная болезнь сердца фибрилляция предсердий беременность у детей можно с большей уверенностью их назначать чем любую другую группу препаратов потому что никто из них у беременных не разрешен противопоказаниями для назначения бета-блокаторов являются тоже синоатриальные атриовентрикулярные блокады синдром слабости синусового узла то есть все нарушения проводимости и бронхиальная астма хотя сейчас уже очень широко употребляются селективные бета-блокаторы но всегда селективность имеет свои пределы поэтому если у ребенка еще есть сопутствующая бронхиальная астма эта группа препаратов не будет группой выбора для этого ребенка а вот в других ситуациях очень даже хорошая группа и ну по всякому случае разрешенная во время беременности то есть значит и детям и исследованная во время беременности значит детям тоже можно назначать с большей уверенностью что не окажет каких-то других нехороших эффектов вот так выглядит таблица официально рекомендованных препаратов у детей из российских рекомендаций по лечению артериальной гипертонии у детей и вы видите что у всех препаратов стоят звездочки это значит что эти препараты назначаются врачебной комиссии и обязательно это назначение оговаривается с родителями ребенка что это назначение идет вне показаний спасибо вам за внимание завтра мы продолжим разговор о лечении артериальной гипертонии у детей спасибо 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 спасибо